Вы сказали, что доказательство божественного происхождения библейского откровения зиждется в частности на том, логическое, что мысль о триединстве божества является нетривиальной для человеческого сознания, и только Бог мог её выразить в Писании. Но есть она проблема, что кроме вставки «Ибо Трое свидетельствует на небе Отец, Сын и Святой Дух», которая исторически признана позднейшей вставкой XVI века, в Библии, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете не говорится о троичности божества прямо, и равно как и не говорится прямо о богочеловеческой сущности Иисуса Христа устами самого Иисуса Христа, подчеркиваю. Бог не говорит «Я есть Троица, поклоняйтесь мне триединому», Иисус нигде не говорит «Я есть Бог, поклоняйтесь мне», в Библии этого нет. Вы признаёте этот факт? Спасибо. Нет, не признаю. Пример очень простой. Евангелие говорит, Шедшин, Христос говорит, Шедшин, учите все народы, крестяя их во имя Отца и Сын и Святого Духа. Прямое свидетельство, триединство существует в Новом Завете. В Ветхом Завете сказано в книге пророка Иса и сказано «Приступите ко мне», 48 глава, 16 стих. «Слушайте меня, я и сначала говорил не тайно, с того времени, как происходит, я там и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израиль. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному. Идущи тебя потом в пути, которым давно тебе идти». Упоминаются все три личности и Отец, и подбосленный им Господь Бог и Дух Святой. И вообще, вместо говорящих о триединстве в Священном Писании и Ветхого, и Нового Завета, несколько сотен. Таким же образом, множество мест есть, где Господь прямо говорит обо том, что Он Бог. Он говорит «Я и Отец одно». Это очевидное совершенно утверждение Бога-человечности. И таких примеров также в Евангелии великое множество. Я уж не говорю даже про простейшие люди, когда он отвечает на слова Петра «Блаженый Симон, сын Унин», потому что не отец, не плоти крови открыли тебе это, то есть, что Он является Христом, Сыном Бога Живого, но Отец мы сущим на небесах. Таким образом, утверждение Бога воплощения есть множество в Новом Завете. Было бы время, я бы и Ветхозаветный привел, но это тема отдельного разговора, о которой я не хочу сейчас проводить. И тема триединства, она есть и в Ветхом, и в Новом Завете, начиная даже с первого года. Они присутствуют. Как я понял, вы считаете, что все тексты Евангелия, всех четырех канонических, принадлежат именно руки их авторов, и все они абсолютно достоверны, то есть, они не изменены, что предполагает между собой отсутствие противоречия между этими четырьмя текстами, естественно. Потому что, если они все униптичны, и последние тела события, они должны быть униптичны в описании этих событий. Так вот, я слышал от вас такое мнение, что все противоречия, какие мы видим в Библии, так или иначе связаны с нашим недопониманием, и что мы считаем их противоречиями, а не считаем их пояснениями одного другого. Так вот, я прошу вас объяснить, как вы сведете теперь к нашему непониманию явные противоречия в четырех Евангелиях по поводу описания обстоятельств воскресения Иисуса. Как именно сколько женщин пришли к гробу, какие обстоятельства произошли там, кто их там сидел, был ли это ангел, был ли это сам Иисус в образе пастуха, был ли камень отварен, могу ошибиться в тексте, в общем, то есть был ли камень отварен, или они попросили ангела отварить камень, то есть как вы объясните эти противоречия? Как я уже говорил, что тексты сохранились в том виде, как они вышли из рук апостолов, и, безусловно, тут даже и противоречий нет. Если мы в суде видим показания свидетелей, которые говорят о разных действиях, о разновременных действиях, это не будет о расхождении показаний свидетелей. Если один свидетель говорит, что женщина пришла до зари, одна, до уступления зари, другой говорит, что пришла там, грубая женщина, потому что она расцветит, вот третий говорит, что после восхода солнца. Вот, и они видят разные явления, они говорят, это идет речь именно о, взаимодополняющих, а не противоречащих аргументах. Там, на самом деле, евангельское описание воскресенья, оно полностью взаимно дополняет друг друга и представляет своего связанного текста. За более подробной ссылкой вас отсылаю теперь к евангельской истории Фефана Затворника, где этот вопрос просто полностью проработан.